Греческая культура Так вот, в чем заключается суть? Суть заключается в том, что многие спортсмены, даже известные, ну какие-либо бойцы и представители других видов спорта, неоднократно заявляли о том, что на период подготовки отказывались полностью от половых актов и таким образом они стимулировали себя к достижению наивысших целей, ну скажем так, улучшению силовых показателей и всех прочих моментов. На самом деле это абсолютно необоснованно. Нету никаких статистических изменений, зафиксированных в исследованиях при половом воздержании и влиянии на силовые показатели или на какие-то другие параметры тела, то есть на выносливость, на развитие каких-либо других навыков. Нету никаких статистически значимых изменений в этих исследованиях. Вы можете все мои слова в принципе перепроверить. Опять же, давайте покопаемся глубже. На что может влиять половой акт? На уровне тестостерона, кортизола, на уровне пролактина, соответственно он может еще тратить калории. Давайте рассмотрим все вот ситуации, как он может повлиять на организм. Скажем так, тестостерон может реально повыситься. Ну то есть, опять же, в зависимости от частоты и от всех прочих параметров, скажем так, у людей, которые долго воздерживаются, у них, как правило, шкалит кортизол. Это наоборот негативный фактор. То есть, для развития результативности в спорте, соответственно, люди, у которых высокий кортизол, кортизол у нас губит наши уровни тестостерона, натурально, по крайней мере. То есть, он снижает наши уровни тестостерона колоссально. Скажем так, половой акт повышает уровень тестостерона. Ну, по крайней мере, незначительные колебания, но они все-таки происходят и они зафиксированы. Кроме того, уровни пролактина. Уровень пролактина, естественно, тоже повышается после плавого акта. Это уже негативный немного эффект, но, опять же, все устаканивается. То есть, это не такая уж важная погрешность, на самом деле, будет наблюдаться, потому что у нас пролактин повышается и в связи, скажем так, с потреблением большого количества белковой пищи, в связи с тяжелыми физнагрузками на тренировках и со всеми прочими показателями, которые способны на это оказывать влияние. То есть, это может быть тот же уровень стресса. Стресс тоже способен породить, скажем так, высокую концентрацию пролактина. И половой акт здесь не краеугольный камень, то есть, это всего лишь маленький компонент по влиянию на уровень этого гормона. Уровни пролактина в течение суток и так у нас изменяются. Ну, по крайней мере, колебания такие происходят. Можете посмотреть график изменения пролактина в течение суток у любого человека, который ему присущ. То есть, там в дневное время один уровень пролактина, в ночное другой уровень пролактина и так далее. Поэтому на этом останавливаться и зацикливаться, я думаю, не стоит. Да, может быть, избыточные, там, какие-то половые контакты каждый день по 4 раза, может быть, они скажутся колоссально на повышении уровня пролактина. Ну, то есть, может быть, он будет зашкаливать, и это повлияет уже, в свою очередь, на спортивные показатели. Ну, в принципе, половая система человека, она уже адаптирована под колебания пролактина. То есть, в свою очередь, в природе невыгодно иметь особь с очень высоким колоссальным пролактином. Только может быть женского пола и которое находится на какой-либо стадии беременности. В таком случае это обосновано, по крайней мере. Пролактин участвует у нас в лактации и во всех прочих моментах, как и прогестерон, скажем так. Для женщин это еще будет иметь место быть, но для мужчин нет. То есть, если мы рассматриваем мужчину и его повышение уровня пролактина от половых актов, то, как правило, они уже адаптированы. Потому что, ну, скажем так, половая система ей очень много лет, больше, чем, сколько вам там, 25, 30, 40. Гораздо больше, несколько миллионов лет, возможно, она созревала. И она уже адаптирована под эти колебания, так что, как серьезный фактор, я бы не стал это рассматривать, в принципе. И от этого можно уйти в рассмотрении данной ситуации. По поводу затрат калорий. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Сколько человек, в принципе, при половом акте тратит калорий? Согласно исследованию, всего 25-30 калорий. Не более того. То есть, буквально два лестничных проема. Когда человек поднимается два лестничных проема, он тратит примерно столько же калорий, как при среднестатистическом половом акте. То есть, всего 25-30 калорий. Две ложки гречки скушайте, и, в принципе, вы компенсируете наркозатраты. Поэтому, я тоже думаю, этого внимания не стоит брать. Единственный момент, который вот в моей голове созрел сейчас, касаемо того, как половой акт может влиять на спортивные показатели, это, ну, скажем так, расфокусировка внимания спортсмена. То есть, если спортсмен сосредоточен на одной цели, и он не тратит свое время на какие-то посторонние дела, то у него результаты будут гораздо лучше. Но, в свою очередь, стоит отметить, что исключать половой акт таким образом тоже было бы бессмысленно, потому что у нас есть ряд других обстоятельств, которые гораздо сильнее влияют на этот показатель. То есть, соответственно, нам лучше и выгоднее убрать из своей жизни работу, например. То есть, почему никто не говорит о том, что нужно убирать полностью исключательно период подготовки всю свою работу. То есть, отказываться, уходить в отпуск и там уже готовиться. Потому что работа оказывает куда большее влияние на уровне кортизола, скажем, стрессовых гормонов, которые подавляют выработку тестостерона, чем половой акт. И половой акт вас не выбьет из колеи, это просто невозможно. А работа может выбить, там вы можете получить колоссальный стресс, расфокусировка внимания, она и так будет, потому что вы работаете, ну, скажем так, в России любому человеку нужно работать, ну, там, по, не знаю, от 8 часов, может быть, у кого-то до 12 часов. И, соответственно, за это время вы тратите большое количество эмоций и усилий на, скажем так, достижение результатов в работе. Это действительно вас будет отвлекать от поставленной цели и довольно значительно. Поэтому я думаю, что логично исключать полностью работу. И, кстати, что хочу сказать, довольно интересная ситуация обстоит с тем, что, наоборот, половые акты повышают производительность спортсмена. Как минимум те, которые приходятся более чем за 10 часов перед тренировкой или перед каким-то спортивным событием, то есть, если у вас половой акт произошел и после этого прошло буквально 10 часов, у вас все гормоны уже устаканились и тестостерон, как правило, на более высокой отметке, чем до этого. Это, опять же, согласно исследованию. Так что, в принципе, наоборот, есть положительное влияние при определенных факторах. Возможно, если это будет прямо перед самой тренировкой, то уровень ваших гормонов не будет соответствовать достижению высоких результатов. Но полностью отказываться это, как такового смысла, в принципе, не имеет. Потому что других факторов в жизни их гораздо больше. И по поводу влияния на гормональную систему человека, я считаю, что, наоборот, положительный эффект производит. Возможно, для представителей каких-либо боевых единоборств половое воздержание еще имеет хоть какой-то маломальский смысл. Ну, там, для повышения агрессии и всех прочих показателей. Потому что тот же Мухаммед Али, например, насколько я знаю, может быть, я что-то путаю. Эту информацию я не переверял. Он, по-моему, говорил о длительных циклах полового воздержания перед какими-то серьезными, важными боями. Возможно, в данном случае это все влияет. Да, возможно, агрессия действительно повышается, когда человек находится в каких-то жестких рамках. И, конечно, это будет влиять, в принципе. Но, по сути, агрессия повышается и от других ограничений в жизни, от многих других. Но это, опять же, уровни стрессового гормона. А стрессовый гормон я не могу считать хорошим показателем спортивного результата. Потому что стрессовый гормон, он нас разрушает. Да, он усиливает нашу мотивацию для того, чтобы прийти к цели. Скажем так, любые стрессовые гормоны заставляют нас действовать. Но это в плане воздействия на мозг. А вот что касается уровня тестостерона, то кортизол высокий, он губителен, естественно, для уровня тестостерона. А тестостерон – это наши силовые показатели, наши вносливости и все прочие моменты. Не знаю, сделайте свои выводы из этого сами. Да, кстати, что стоит отметить. Для каждого это работает индивидуально. Это из моего личного опыта. Возможно, есть люди с какой-то гипертонией, с повышенным давлением, на которых это сказывается негативно. И в таком случае им нужно как-то это дозировать. Просто вы должны элементарно эту ситуацию отследить на себе, так как все это полностью индивидуально завязано на вашем восприятии конкретной ситуации. То есть для кого-то это может стимулировать и заставлять действовать, кого-то это может наоборот заставлять испытывать максимальный дискомфорт, что будет негативно на нем сказываться. На этом все. С вами был Ети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok